Таким образом, вот этот увеличивающийся рост заболеваемости, рост смертности, превышающий 30%, не одинаковый прирост заболевающих онкогематологической патологии, но рост нехочкинских лимфом практически такой же, как солидных новообразований. И это абсолютные числа тех заболевших, которых мы относим к нехочкинским лимфомам, лимфоме Хочкина или множественной миеломе. Если мы вернемся к 30-е годы прошлого столетия и вспомним понятие опухолевой прогрессии, которое было введено Раусом, то знаем, что под понятием опухолевой прогрессии лежит преобразование доброкачественных опухолей в злокачественные, приобретение неопластическими клетками все более автономных агрессивных свойств, постепенное увеличение степени злокачественности и еще одно свойство, которое также можно отнести к пророческим, потому что приобретение устойчивости к традиционному лечению, которого было немного по виду в 30-е годы, это, конечно, высказывание и предположение крайне интересное. Но современные достижения молекулярной и фундаментальной медицины привели к тому, что опухоли кроветворной и лимфоидной тхами изучаются всесторонне. Сведения о них становятся все более и более глубокими и быстро меняющиеся классификации 1-го вага 2016 года становятся сходом практически той интуиции на сегодняшний день. За 25 последних лет появились данные очень интересные о биологии опухолей и канцерогенезии. Теперь мы хорошо знаем, что мы имеем возможность воздействовать на разные механизмы развития опухоли. Мы можем влиять на поддержание пролиферативного сигнала использования ингибитора эпидермального фактора роста. Менять индукцию ангогенеза ингибиторами ВИДЖЕФ, влиять на уклонение своего роста ингибиторами ВИДЖЕФ и многие другие принципиально неживших судьбу больных, страдающих от ингибиологических заболеваний. Мы можем совершенно четко демонстрировать увеличение продолжительности жизни при основных онкрибологических состояниях на протяжении последних несколько десятилетий периода за счет внедрения ингибиологических заболеваний в связи с возможностью использовать большое количество ингибиологических заболеваний. И когда надо думать так, когда нам стало понятным развитие опухолей, понятие тесной изменений в канцерогенезе, которые как точки решения, мы можем использовать те или иные препараты, появляются новые. Это очень интересное зрение, когда у одного и того же пациента, у одной и той же, могут быть совершенно разные веточные представительства, которые реагируют на лечение по-разному. Вот эта гидрогенность опухоли является исходной, и она может быть приобретенной, которая возникает в процессе развития болезни или в процессе развития терапии. Вот это развитие так называемой, в частности, лекарственной резистентности. И соотношение опухолей в процессе лечения меняется. Это очень наглядно при взгляде на множественную амилому. Ту плазмоклеточную опухоль, которая имеет низкую пролиферативную активность, поэтому все противоопухолевые препараты, действующие на метоз, эффективны очень низко. О появлении огромного количества новых препаратов с таргетным механизмом действия. Амилома здесь является лидером в последние пять лет. У нее появилось максимально большое количество новых препаратов. Их использование принципиально изменило судьбу больных. Мы видим это на двух кривых, сравнивающих отдаленные результаты лечения больных множественной амиломой на стандартной и новой терапии. Множественная амилома удивительно гидрогенна. Мы с вами, не будучи экспертами в трактовке морфологических изменений, просто глядя на эту палитру различных морфологических представительств клеточной линии при множественной амиломы, можно согласиться с тем, что морфологи утверждают, что опухоль многолика, она гидрогенна. Она гидрогенна очень молекулярна и генетически. И это видно в разных очагах, это доказано нашими и зарубежными коллегами. И если мы посмотрим вот на этот рисунок, то он является... В этом слайде, просто мы сейчас, наша команда IT не слышала от вас команды, следующий слайд. И мы сейчас только стоим на прогнозе заболеваемости и смертности. Я приношу наши извинения за вот такую вот техническую накладку. Но мы сейчас на втором слайде. Нам нужна ваша команда для постоянного перелистывания слайдов. Так, давайте следующий, какой вы видите, мне дадут слайд, чтобы я его видела. По прогнозам ВОЗ, в мире к 2030 году вырастет количество заболевших. Батюшки, ну так верните тогда мне все, что у меня было. Листайте. Листаем. Вы видите наши граммы? Множественная мейлома, о которой я сказала, и гетерогенность опухоли, которая присуща этой опухоли, дает возможность определить, вот здесь картинка из блада. Дальше начинаем. Слайд с... Где гетерогенность в разных очагах, и молекулярная, и единическая, и морфологическая, и множественная мейломи. Следующий слайд. Следующий слайд, коллеги. Вот картинка с ладом. Коллеги, листаем. Из журжевала. Гетерогенность множественная плазмоклеточная... Ну, у меня не синхронизировано теперь, я вижу то, что вы показываете, и то, что я говорю. Вот мы видим сейчас, да, вот улучшение выживаемости обусловлено использованием новых лекарств. Значит, вот эта гетерогенность множественной мейломы, которая очень наглядно видна на слайде, которые я цитирую из журнала «Блад». Пролистайте так, круговыми диаграммами. Что вы видите сейчас? Множественная мейлома, гетерогенная, как раз-таки вот такая вот диаграмма из журнала «Автор Морган». Так, вот «Блад» журнал. Следующий слайд, это... Так, здесь у нас... Следующий слайд. Вот, как раз-таки мы на журнале «Блад». Вот, таким образом, вот это классический пример того, как меняется структура клеточной популяции в злокачественной опухоли по мере развития болезни. Мы с вами видим в начале преимущество определенного количества клеток. В развитии первого рецидива, по цвету мы видим развитие совершенно другого клона, тут преимущество зеленого. Назначение нового препарата развития следующего, второго рецидива. И мы видим опять изменение преимущественного склона, вплоть до того, что в конце болезни мы видим синие клетки этого развития плазмоклеточного лейкоза. Следующий, пожалуйста. Безусловно, имя Михаила Назаревича Гершановича очень хорошо всегда вспоминается, когда мы говорим о больных, страдающих лимфомой Хочкина. Теперь у нас синхронизирован, да? Мы видим картины, да? Да, все верно. Хорошо. Безусловно, история достижения медицины – это история развития лечения лимфомы Хочкина. И на сегодня это то заболевание, о котором мы действительно в онкологии можем говорить практически об излечении. Пятилетняя общая выживаемость превышает 90%, и пятилетняя безрецидивная, близка к этой цифре. И проблемы сейчас – это лечение рецидива и качества жизни. Следующий, пожалуйста, слайд. Для того, чтобы определить точность лечения, начало персонализации терапии при лимфоме Хочкина зиждилось на очень простых параметрах прогноза – возрасте, поле, распространенности и нескольких показателях, которые есть в обычном анализе крови. Но уже даже такое деление по факторам риска давало возможность определить большую разницу в показателях пятилетнего безрецидивного течения, меняющиеся практически в два раза. Это было подтверждено очень позже на большом количестве больных и по данным Ветиш-Коламбия, где цифры от 60 до почти 100% в зависимости от факторов прогноза и деления на группы риска. Это стало развиваться уже с развитием прогностически зависимой адаптированной терапии. И выбор деления на сегодня всех лимфом и Хочкина на три группы низкого промежуточного высокого риска дает возможность говорить о необходимости усиления терапии для групп повышенного риска. С возможным истинным увеличением эффективности как по обязателю десятилетней несобытийной, так и по общей выживаемости. И на сегодня для категории больных, страдающих лимфом и Хочкина и отнесенных по прогностическим шкалам к высокому риску, эскалированный биокоп становится базовым, без которого лечение считать адекватным нельзя. Следующий, пожалуйста. Да, базовый биокоп – это то, что сегодня основное, и различия увеличиваются при сохранении длительного срока наблюдения до 15 лет. Следующий, пожалуйста, слайд. Точно так же в зависимости от прогноза стало понятным, что нужно при рецидивах и прогрессировании классической лимфомы Хочкина ориентироваться на возможность использования трансплантации костного мозга. И приводимые кривые здесь дают полное основание считать, что вот эта индивидуализация терапии по факторам прогноза бесспорно сказалась на результатах. Следующий слайд. Результаты лечения пожилых больных при лимфоме Хочкина на сегодня превышают все ранее существующее. Вы посмотрите, двухлетняя выживаемость 93% и практически плата в общей выживаемости пожилых больных, страдающие лимфомой Хочкина. Следующий, пожалуйста, наука двигалась вперед, происходили революционные открытия в умнологии и в онкологии. Нельзя пройти мимо 1975 года, когда были получены моноклональные антитела с помощью гибридной технологии. В 1979 году создание первых моноклональных антител на поверхности этимоцитов дало возможность введения в онкогематологию такого понятия, как кластер дифференцировки. И начинается разработка и внедрение иммуногистохимических методов обработки парафиновых блоков и иммунофенотипирования опухолей лимфоидной ткани. Вы посмотрите, следующий, пожалуйста, слайд. Это В-клетка. Это только лишь поверхностные рецепторы, которые сегодня являются предметом-мишенью изучения различного таргетного воздействия лекарственными препаратами. Но основным для нас являлся CD-кластер дифференцировки 20 и создание первых анти-CD20 моноклональных антител, следующий слайд, пожалуйста, ритуксимаба, который принципиально с начала этого столетия разделил всю эру лечения больных клеточными лимфомами на эру до и после применения ритуксимаба. На сегодня анти-CD20 моноклональные антителаритуксимаб являются одним из составляющих иммунохимиотерапии или составляющих комбинированных подходов без химиотерапии для всех видов лимфоидных б-клеточных опухолей. Вот на примере фолликулярной лимфомы. Обратите внимание, следующий слайд, пожалуйста. Слева слайд, где показаны исторические периоды с подключением новых лекарственных опций, которые никак не влияли на судьбу больных фолликулярной лимфомы. А правый слайд демонстрирует верхнюю кривую, показывающую, как изменилась общая выживаемость при использовании префолликулярной лимфомы ритуксимаба. Следующий слайд, пожалуйста. Включение нового, следующего поколения моноклональных анти-си-20 антител и полностью человеческого антитела афотомумаба и глинжинженерного гуманизированного антитела абинатузумаба подтверждают целесообразность их использования с четкими данными. Следующий слайд, пожалуйста. И это по исследованию гадалин, по исследованию Абсабинатузумаба. И таким образом результаты. Различные шкалы прогнозирования. Ибо бесспорно, для того, чтобы говорить об индивидуализации, персонализации терапии, мы должны иметь инструмент отнесения больного в группу высокого или низкого риска. Изначально флипи-1 базировалась на приведенных здесь показателях, а в эру ритуксимаба появляется флипи-2, где вы видите присоединение других показателей, но точно так же более выразительно выглядят кривые, отличающиеся у больных с низким риском верхняя кривая и высоким риском нижняя кривая по вызываемости беспрогрессирования. Следующий слайд, пожалуйста. Но существующие модели как бы не обладают достаточной специфичностью для принятия решений. Появляются попытки новых стратификаций, новая классификация ГЕРФ, которая пока не дает нам вот таких выразительных данных, как при флипе-1 и флипе-2 из-за недостаточного применения. И появляется клиникогенетический подход в определении прогноза. Следующий, пожалуйста. То есть при злокачественных опухолях кроветворной ткани появляется ценность создания молекулярной классификации лимфоидных опухолей с целью выбора оптимальной терапии. Выбираем 23 гена, которые легли в основу. Следующий слайд, пожалуйста. Клиникогенетической модели риска М7 флипе. Еще более наглядно кривые, приведенные справа, показывают, как отличается судьба больных, отмеченная красной кривой и голубой с фиолетовой верхней кривой, с наличием или отсутствием этих генов, которые взяты как гены-экспрессоры для прогноза. Для фолликулярной лимфомы, следующий, пожалуйста, слайд, была выполнена очень интересная работа Хьютом на 160 больных фолликулярной лимфомы с высокой опухолевой нагрузкой, где вот эти 23 гена вошли в прогностическую модель. И была показана разница в медиане выживаемости без прогрессирования в 7 лет. То есть разница только в медиане 7 лет. Бесспорно, стало понятным, что очень, следующий слайд, что эта шкала будет бесспорно интересна. Стали детально исследовать еще одни создания, стали исследовать мутационный статус IDH2 и FOXP1. И было показано, что в частности, безусловно, модель клиника генетическая MC-флипи совершенно четко может определить влияние на выживаемость без прогрессирования. Также, как было доказано, негативное влияние на выживаемость без прогрессии, высокой экспрессии гена FOXP1. И это было доказано на привычных схемах лечения фолликулярной лимфомы, в частности, на схеме RCVP. Следующий, пожалуйста. Однако, в последующем, и эта шкала не могла зарекомендовать себя как абсолютно адекватная. Ибо использование привычных схем CVP, ЧОП с ретуксимабом или абизотузумабом, любим из моноклональных анти-CD20, действительно давало возможность прогнозировать ответ и жизнь, судьбу больных. Но появилось использование при фолликулярной лимфоме бендамустина в монорежиме или в сочетании с теми же моноклональными антителами. И здесь мы увидели, что влияние химиотерапии и значение на построение прогностической терапии присутствует. И надеяться на точное прогнозирование только по клинико-генетическим сведениям без учета лекарственного воздействия не удается. Поэтому появилось целый ряд нелешенных проблем в терапии фолликулярной лимфомы, когда вот эта персонализированная терапия, которая должна зиждеться на разделении пациентов по распространенности процента и так далее, здесь должны быть определены более четко биологические маркеры прогрессии для отбора больного, в частности, в группу наблюдения. Далее, мы должны быть оптимизированы по отношению с высоким риском. Конечно, возможности четко определить выбор терапии и, так сказать, прогностически адаптированную терапию пока разработать сложно. Еще один момент, о котором я хотела остановиться. Это помимо попытки совершенствования эффективности у нас возникало желание оценить глубину эффекта. И то, что было высказано достаточно давно еще нашими предшественниками и предшественниками исследователей фундаментальных молекулярных особенностей опухолей, это минимальная остаточная болезнь. Вы видите первые их работы, это 92-й год, когда появилось понятие минимальной остаточной болезни. Это то было начало пути, которое сейчас развивается. Развивается оно в основном при хроническом лимфолейкозе. И на примере этой опухоли это можно демонстрировать и переносить для лечения других видов лимфопролиферативной патологии. Оценку остаточной болезни проводили тогда методом двухцветной флюорометрии. И было показано, что использование классической схемы флюдоробина с преднизолоном дает возможность констатировать у большого числа пациентов почти 90% с полной ремиссией отсутствие клеточного клона, а при неполном восстановлении у 19% с частичной ремиссией. Поэтому была продемонстрирована сама возможность измерения минимальной остаточной болезни. Следующий слайд, пожалуйста. И это становится предметом внедрения в практику и в частности в клинические рекомендации. Но если сравнить клинические рекомендации хронического лимфолейкоза с разницей в 10 лет, то еще в 2008 году мы говорим о том, что это желательно, а в 2018 году мы говорим об этом, о том, что это должно быть исследовано. И следующий слайд, пожалуйста. В обновленных клинических рекомендациях по хроническому лимфолейкозу лечение делится на различные группы, цели в разных группах разные, но для той группы больных, где нет значительной коморбидности, где мы говорим о цели как о долгосрочной ремиссии, обязательно это должно совпадать с определением эрадикации минимальной остаточной болезни. Следующий, пожалуйста. Мы с вами видим, как увеличивается число клинических исследований, в которых исследуется минимальная остаточная болезнь. Следующий, пожалуйста. Но до сих пор еще не определена техника, которая наилучше образом отражает эту проблему. И остается много вопросов. Посмотрите, во-первых, где смотреть, каким методом смотреть, а на сегодня их много, и точность их разнится, где смотреть и на каком этапе в периферической крови или в костном мозге, на каком этапе лечения. Нужна ли промежуточная оценка или только финальная? Нужно ли это мониторировать уже после окончания ледения, то есть в период наблюдения? И какова наша цель? Влияет ли это на общую выживаемость? И какова роль минимальной остаточной болезни в рецидиве? Следующий, пожалуйста, слайд. Мы теперь хорошо знаем, что существует порог чувствительности у разных методик. Я не останавливаюсь на деталях, но хочу только показать, что если качественная морфология определяет процент как порог чувствительности опухолевых клеток, то разные подходы методические и другие определяют этот процент более точно, вплоть до возможности определения клеток в количестве 10 минус в шестой степени. И таким образом мы видим, что количество позитивных и негативных МОП-статусов в зависимости от использования различных методов меняется, но более точным становится актуальным, когда 50% достигают полной ремиссии с МОП-негативностью, когда анализ является количественным и становится необходимым видеть ту разницу, которая приведена на кривых в правой части слайда. Следующий, пожалуйста. Поэтому сейчас сравнение различных методик определения МОП является предметом раздумий наших коллег-клинических лаборантов, когда 4-6 цветная проточная флюорометрия вплоть до секвенирования следующего поколения, естественно, приобретается возможность получения информации о самом минимальном количестве остаточного опухолевого клона. Но есть еще один очень важный ответ. Следующий слайд. И еще один раз следующий слайд, где связь между клиническим ответом и МОП. Когда мы видим, что количество МОП-негативного статуса совпадает с клиническим ответом, с полной ремиссией. И судьба больных даже с частичной ремиссией, но с МОП-негативным статусом принципиально отличается от тех, у кого частичная ремиссия совпадает с МОП-позитивным статусом. Следующий слайд, пожалуйста. А если мы будем говорить о методе, о точности, о количестве опухолевых клеток в крови при финальной оценке и длительности ремиссии, то это тоже крайне наглядно видно. Вот эта нижняя черная кривая – это та ситуация, где количество опухолевых клеток превышает 1%. А верхняя, красная, меньше 0,01%. Таким образом, безусловно, количество оставшихся опухолевых клеток или степень глубины минимальной остаточной болезни является крайне важным. Казалось бы, надо сразу встать на следующую позицию. Мы клиницисты. Хорошо, мы хотим знать глубину ответа, но связано ли это с терапией? На что влияет на возникновение МОП-негативного статуса? И можем ли мы, усиливая или меняя терапию, увеличить число больных с такой характеристикой? Просто усиление при использовании… Следующий слайд, пожалуйста. Не приводит к увеличению МОП-негативного статуса. Следующий слайд. И мы хорошо теперь понимаем, что есть другие характеристики хронического лимфолейкоза, которые влияют на возможность развития МОП-негативного статуса. В частности, такие неблагоприятные прогностические, биологические характеристики, как мутированное наличие мутированного или немутированных тяжелых цепей иммуноглобулинов, когда при мутированном варианте значительно больше шанс получить МОП-негативный статус. И таким образом судьба больных с мутированным вариантом и МОП-негативным значительно лучше, чем у всех других пациентов. Но если… Следующий слайд, пожалуйста. Но если мы не можем просто увеличивая схемы их традиционной химиотерапии повлиять на число больных с минимальной остаточной болезнью, с увеличением, то появление нового препарата, в частности, который является ингибитором BCL-2 пути, влияющий на апоптос, винитоклакса, в сочетании его с ритуксимабом, значительно увеличивает общее количество больных с МОП-негативным статусом, независимо от наличия других прогностически неблагоприятных признаков. И это одно из тех направлений, которое сейчас даст возможность нам развиваться. Вот такая картинка, которая показывает, как могут быть запутаны все наши сведения, как много мы сегодня имеем информации, но мы хорошо понимаем, что дорога не может быть для всех одна, даже в рамках одной нозологической формы. И показания к персонализированной терапии будут только расширяться. Пожалуйста, следующий слайд. Так будет выглядеть сложность выбора лечения. Следующий слайд. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.